Пейзаж Пишем сегодня пейзаж, закат, лучи, возвышенную местность. Итак, взял жидкость, чистый разбавитель, взял белило, взял голубой, голубую ФЦ. Поскольку смесь голубого с желтым дает, или сокры, дает зеленый, то с чистой совести избавляемся от белого холста голубым цветом, цветом воздуха. Воздушная среда, она голубая. И чтобы долго к холсту не подкрадываться, сразу тонируем его цветом этой среды. У меня после вчерашнего сеанса есть зеленоватая кисть с зеленым, поэтому я сейчас сюда зайду с красненькой, с желтенькой. И теплость передника даст хороший эффект переднего плана. Свет теплый здесь, и от него мы будем уже выплясывать идею окна неба. в этой картине, как окно. Поэтому здесь мы создаем эту идею передника, как условную комнату теплого цвета. А задник у нас будет голубой. И уже относительно этого цвета более-менее будет понятно. Сейчас я беру голубую ФЦ с коричневой. Относительно этого цвета будет понятно, какой примерно цвет нужен даннику. Конечно, я беру голубую. И продолжаем избавляться от белого холста, голубой ФЦ. Строительная кисть работает быстро и эффективно. Всем советую завести такие кисти. Чем ближе к источнику света, тем небо будет светлее. Работа будет сделана в два сеанса, поэтому сейчас в этом сеансе мы не пытаемся все сделать финишно. Вот так набрали вещество. Делая подкладку под будущий сеанс. Теперь берем розовый. Посмотрим на палитру, по траектории света расходящегося наберем розовый. Распределим, распределим. Разбел розового должен быть светлее, чем голубой. Вот эту перемешанность можно создать ладонью руки, ребром ладони. И у нас мягкая, формируется мягкая растяжка из голубого в розовый. Теперь берем еще больше белил. И еще больше розового. Во втором сеансе, который будет уже делаться по сухому, мы добавим сюда и бирюзу. И больше желтого. Но сейчас наша задача сделать близко к тексту, но все-таки приблизительно, идею растяжки цвета из одного в другой. Раздать рисунок в картине. То есть, место расположения пятен. То есть, нет задачи финишировать. Тем более, что формат у нас достаточно крупный. Это 90 на 70. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. Contalu pex. 50. 53. 54. 57. 55. 51. Story. 54. 50. Переход из голубого в красноту, потому что этот красный погрязнил бы голубую. А розово-фиолет, розово-голубой цвет хорошо в себя берет идею оранжевости красноты, то есть кармия красного. И, наконец, желтое пятно света. Ну, видите, желтый сразу стал общаться с голубым, поэтому подождет следующего сеанса желтость. Можно себе как пометку, для того чтобы видеть идею источника света, а источник света должен стать самым светлым пятно, можно сделать вот такую пометку. Желтый и в центр белила. Сиятельный эффект максимальный. Но, видите, нам не хватает пока цветности и светлости. Но лучше мы будем высветлять, чем сейчас прокричим там сверхмеры краснотами. Лучше мы его будем вытягивать, этот цвет. Горы. А, у нас еще есть облака. Для облаков возьмем ультрамарин. Ну, можно и голубую фацель. Посмотрите на характер укладки кистью. То есть я немножко как бы напачкиваю. И переходит в розовость. Так. И переходит в розовость. Облако переходит в розовость. Конфигурацию облака можно чуть-чуть перестроить. Мне лично нужно, чтобы вот здесь появилась крылообразная идея этого облака. Она сразу создает уход туда, в перспективу. Немного идею мелких облачков. Вполне симпатичная. Ну, а эта потом по-сухому. Голубая фацель. Стремится к середине. Это пик. Но, все-таки чуть вбок. Голубая фацель. И можно плюс краснота. То есть красный кадмин. Или английская красная. Будет примерно тот же эффект. Голубая фацель. Лучше все-таки, чтобы источник света был ближе к центру композиции. Поэтому пусть будет здесь. Сюда, в горе, уже подкладываем красненку, розовинку, разбел. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...